Всем привет! Приглашаю вас прогуляться по фикс прайс, посмотреть на новиночки. Новиночки есть, я бы не сказала, что их очень много. И, кстати, некоторые из них подорожали. Вы видите сейчас перед собой банку с краником, объемом 3 литра, от У Китчин, производитель Китай. Эта банка подорожала. Она стоит сейчас 299 рублей. На 2-х литровую банку ценник я так и не нашла. Если вы его знаете, пишите в комменты. Пластиковая солонка Крита, производитель Беларусь, представлена в магазине в двух расцветках. Таракотовая и серая. Солонка имеет очень необычную форму. Я, например, такую форму солонки встречаю в своей жизни первый раз. И помещается в нее ровно 1 килограмм соли. Крышечка вот такая под наклоном. Все рисунки на крышках одинаковые. Достаточно симпатичная вещица, забавная. Если кто-то успел уже взять эти солонки, пишите, правда ли, что помещается 1 килограмм соли. Хотя по объему она достаточно большая. И я верю, что туда помещается ровно килограмм. И удобно ли ей пользоваться. Детские альбомы книжки для рисования. Состоящие из 8 страниц и 6 фломастеров в комплекте. Производитель этих альбомов Китай. Состав полипропилен, полиэстер, ткань, нейлон. Есть альбомы как для мальчиков, так и для девочек. Цветная только обложка. Внутри альбом вот так выглядит. Это черные листы, обшитые тесьмой. На этих листах предлагается рисовать фломастерами, которые идут в комплекте. Фломастеры легко стираются. И снова рисуют по альбому. Стирать можно влажной салфеткой или влажной тряпочкой. Книжка достаточно презентабельно выглядит. Шита аккуратно. Фломастеры яркие, симпатичные. Так что если у вас есть маленькие детки, я думаю им будет интересно такое времяпровождение. В преддверии лета начали завозить уже надувные матрасы, надувные круги и другие плавсредства. Цены варьируются от 99 до 199 рублей. Русские нарукавнички допустим стоят 99 рублей. Матрас уже 199. Предназначены все эти плавсредства для детей старше 3 лет. Сделаны из плотного разноцветного полиэтилена. Произведены в Китае. На каждой коробке есть подробная инструкция по применению. Есть достаточно интересные вещи. Поэтому если у вас еще нет летнего арсенала для игр и времяпровождения на воде, зайдите в фикс прайс. Если вы подумали, что это контейнер для столовых приборов, то вы ошибетесь. Это вкладка в контейнер MyBags объемом 6 литров стоимостью 199 рублей. В контейнере очень симпатичный принт на тему рукоделия. Крышка имеет защелки и ручку для переноски. Все контейнеры белого цвета. Вкладки малиновые и сиреневые. Контейнер для хранения. Объемом 10 литров. Сделан из полупрозрачного пластика. Крышка на защелках с четырех сторон. И ручка для переноски. Произведем в Тольятти. Цену еще не повесили, потому что их, видимо, только что получили. Я думаю, что стоить он будет вряд ли меньше двухсот рублей. Вот так он выглядит рядом с ладонью. Два дизайна есть. Аптека и игрушки. Для меня это как-то странно. Игрушки гораздо больше места занимают. И аптеку неудобно хранить в ведре. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Что мне не понравилось в этих контейнерах? Ну, кроме того, что аптечку неудобно хранить в ведре, я не смогла закрыть ни одну защелку на этой крышке. Просто от слова совсем. Вот вы видите сейчас, что я пытаюсь небольшими усилиями, потом большими усилиями. Потом я плюнула на это дело и оставила этот контейнер в покое. Набор из двухлитрового кувшина и четырех чашек. Стоимостью 199 рублей. Набор сангрии произведен в Китае. Кувшин сделан из белого полупрозрачного пластика. Удобная ручка. Дизайн фруктами выпуклыми. Очень интересно смотрится. Особенно, когда кувшин наполнится жидкостью. Это будет выглядеть еще интереснее. Четыре чашки в наборе. По 240 миллилитров объемом каждая. Они удобно складываются внутрь кувшина и не занимают много места при хранении. Чашки имеют такой же цвет, как крышка кувшина. В продаже несколько расцветок. Оранжевые, красные и вот такие вот коричневатые. Крышка имеет ситечко, для того, чтобы если компот с ягодами, эти ягоды не попадали в чашку. Сделано все хорошо, качественно. Удобная ручка, удобный сам, устойчивый очень кувшин. Мне понравился. Хозяйственные корзины, которые невозможно достать, посмотреть, потому что достаточно высокая стопка. Эта стопка очень тяжелая. Ценников нету. Работников в фикс-прайс в зале тоже нету. Что хотите называется, то и творите. Мельницы для специй от УКИЧЕН. Производитель Китай. Состав стекло, нержавеющая сталь, пластик. Эти мельницы уже были в продаже. Просто крышечки были немножко других оттенков и цветов. И я вам хочу сказать, что это самые классные мельницы. Вот сколько у меня их в жизни было. Эти мне понравились больше всего. Во-первых, большая емкость, куда можно засыпать специю. Во-вторых, отличный механизм, который справляется буквально со всем. Помол можно выставить на любую величину. Единственное, что я не пользуюсь пластиковыми крышечками, которые изначально идут в комплекте. Потому что, когда пользуешься, специя чуть-чуть налипает по внешнему краю. И крышку не всегда удобно ставить на место. Поэтому они у меня валялись-валялись. В итоге я их выкинула. Я им мельничкам для специй уже несколько лет. Брала я их тогда по 99 рублей. Сколько они стоят сейчас, я вам сказать не могу. Фикс прайс в последнее время не утруждает себя наклейкой ценников. Или развешиванием их. И за каждым товаром на кассу не набегаешься. Мужские панамы. На обхват головы до 60 сантиметров. Производитель Китай. Состав внешнего слоя 96% хлопок, 4% вискоза. Внутренний слой 100% хлопок. Панамы представлены в различных расцветках. Есть даже очень симпатичные. Все панамы однотонные. Украшены шнурком с надписью SPORT. Шнурок имеет регулировку. С помощью которой можно сделать панаму по своей гостям. Внутренний слой 100% хлопок. Имеется два вентиляционных отверстия. Панаму легко сложить. И постирать можно в машинке. На этой полке собрана вся яблочная коллекция посуды. Которая есть в фикс прайс. Собрана она работниками. И большое им за это спасибо. Здесь и соусники, и салатники, и десертные тарелочки. И блюдечки для чайных чашек. Да, для тех самых чайных чашек, которые я не смогла придумать. Что за форма? Вот она оказывается, что за форма. Это форма яблока у чашки. Вы ее чуть позже увидите. В общем, здесь есть и глубокие салатники. Так что, если девочке кто-то еще не купил себе такую коллекцию, присмотритесь к ней. Выглядит она очень красиво. Сделана качественно. Никаких подтеков, брака на стекле нет. А вот она и та самая чашечка, которая меня очень смутила. И я не смогла понять, что же это у нее за форма. Еще думала, появятся блюдечки. Догадаюсь. Ну вот, блюдечки привезли в самую последнюю очередь. Женские спортивные топы. Различных расцветок, приятных, очень пастельных, достаточно сочных. С хорошей отделкой. Производство Китая с надписью спорт. Да, с надписью спорт. Размеры с 42 по 50. Чашечка на лифе вставляется. То есть, можно подобрать более удобную для вас. Или вообще вынуть ее, если она вам мешает. Но встречаются вот такие вот затяжки. Потому что состав полиэстер и эластран. И сами понимаете, при неаккуратном обращении затяжки будут неизбежны. Особенно, если вы любитель браслетов, цепочек. А в целом топы очень неплохие. Расцветки, еще раз повторю, очень сочные, очень яркие. Качество отделки просто радует. Потому что нигде нету вообще никаких косяков. Размер топа написан как на этикетке, так и на самом топе внизу на резинке. Состав и как за ним ухаживать. Вся информация на резинке топа. Очень симпатичные шкатулки из стекла и стали. Декорированы они в цвет вроде бы и золотой. Но в то же время он отдает немножко в бронзу. Похожие шкатулки были, если кто-то помнит, в знаменитой золотой коллекции. Но мне кажется, в тот раз они немножко другой были формы. Чуть пониже и пошире. Но это мне так почему-то кажется. Я могу ошибаться. Шкатулки сделаны очень качественно. Нигде нет следов клея. Выглядит классно. Даже моему сыну они очень понравились. И возможно в этот раз я шкатулку прикуплю. Потому что в тот раз они мне очень понравились, но я не взяла. А в этот раз придется брать подорожавшие. Чайная чашка от O'Kitchen объемом 190 миллилитров. Сделана из опалового стекла. Произведена в Китае. Чашка имеет зауженную книзу форму, которая мне лично ничего не напомнила. К этим чашкам еще нет. Поэтому остается только догадываться, что это за форма. Давненько в фикс прайс не привозили подхваты для штор. Обычные магнитные. В наборе две штуки. В этот раз привезли с имитацией под натуральный камень. Сделаны они из пластика. И белые мне понравились меньше всего. Во-первых, потому что как-то они очень и не смотрятся. Во-вторых, потому что на некоторых видно магнит. Чего не встречается на цветных. Видите, они гораздо интереснее смотрятся. У меня подхваты фикс прайсовские служат уже много-много лет. Если кто-то помнит, их привозили тогда круглые, квадратные и в форме сердечка. И сделаны они были из пластика в виде таких страз. Наверное, простейшая конструкция подхватов. Но они отлично выполняют свою функцию. Ну, а это товар к летнему сезону. Крышка для сливания компотов или других каких-то заготовок. Маринованные огурцы, помидоры точно так же можно сливать через такие крышки. Эти крышки имеют, кстати, подвес. Видите? Для того, чтобы можно было повесить на крючок. Что удобно очень. Продолжение следует...